всем привет с вами дэн и сегодня у нас специальный большущий обзор который мы сделали для новичков для любителей часов которые вы только-только начинают выбирать себе часы и с этой целью мы отправились в российские часовые магазины в три часовых магазина это магазин деб антон магазин тайм код и магазин консул у нас в гостях два часовых эксперта это владимир который как раз пройдется по магазинам расскажет о марках брендах и константин который выступил техническим экспертом оба этих товарищей участники форума watch.ru но прежде чем мы приступим к походу по магазам кратко я вам расскажу об основных характеристиках часов и самом конце наших роликов я думаю что здесь будет наверное два ролика в самом конце для тех кто все-таки уже более-менее разбирается в часах будут специальные обзоры нескольких интересных моделей часов которые мы сняли в этом магазине итак давайте приступим пункт 1 наверное самый главный это как отличаются часы в плане механизма в основном механизмы бывают либо кварцевые либо часы бывают механические механические часы это те часы которые используют пружинный источник энергии в качестве колебательной системы там применяется маятниковый или балансовый регулятор ну понятное дело что в наручных часах это балансовый регулятор такие часы как правило в большинстве случаев дороже их чуть чуть сложнее обслуживать и такие часы нужно подзаводить они подзаводятся либо от носки либо их нужно вручную заводить кварцевые часы это часы в которых в качестве колебательной системы применяется кристалл кварца к ним относятся электронные часы и те часы которые со стрелками но которые работают на батарейке это вот если так упрощенно грубо говорить электроника это просто часы без стрелок с электронным табло не будем мы здесь касаться вопроса какие часы круче или лучше понятно что кварцевые с точки зрения может быть повседневного использования неудобнее потому что там нужно их подзаводить но механические часы это все-таки к ним относятся в том числе и продукты высокого уровня высокой механики следующий собственно чем надо сказать это какие часы точнее однозначные кварцевые электронные часы всегда точнее потому что там точность хода значительно выше чем в механических часах часто бывает так что несколько секунд в месяц на кварцевых часах а механические конечно уже могут и минуту спешить дальше о чем хотел бы поговорить это материал из которого сделаны корпус часов как правило часы делаются в стальном корпусе делаются в пластиковом карбоновом корпусе иногда и бывают из необычных материалов таких как бронза золото платина это уже дорогие часы керамика бывает из керамики часы керамика кстати практически не царапается но она более хрупкая чем сталь это вот основные позиции из чего делаются дешевые часы делаются из сплава в дешевых или из например латуни который покрывается хром как вот в восток амфибии например такие часы быстро царапаются и даже облезают по видам часов делим их на хронографы это часы которые вы будете замерять от промежутки времени дайверские часы это в которых можно плавать или которые для плавания такой casual стиль это классические часы которые носятся в основном под костюм и повседневники а дальше в обзорах по магазинам уже чуть-чуть подробно на этом остановимся основные страны производителя это швейцария большинство часов которые представлены в магазинах все-таки делаться швейцарии как и недорогие часы бывают и так часы которые стоят несколько миллионов рублей также на рынке есть японские часы немецкие часы российские часы вот сегодня будет в обзоре российские мануфактурные причем часы ракета и то есть там и механизмы и все остальное производится в россии ну и а большинство часов мире выпускается в китае в основном это все таки часы нижнего ценового сегмента но иногда в китае бывают и достаточно дорогие качественные часы следующий о чем поговорим это стекло важный параметр стекло бывает в основном трех видов в основном а точно трех видов это минеральное стекло минеральное стекло это синтетический хрусталь она чуть больше царапается чем скажем а сапфировое стекло сапфир это из искусственного сапфира стекло делается но она чуть более устойчива к с точки зрения удара прочности и третий вид стекла это акриловое или плексиглазовое стекло фактически пластиковое которое очень легко затереть очень легко поцарапать но при этом его и легко и полировать это самые дешевые стекла по браслетным ремешкам браслеты бывают стальные понятное дело керамические ремешки у нас кожи не или кожзама у дешевых часов часто бывает либо кожзам либо из заменителя кожи внутренняя часть ремешка внешняя тоненькая тоненькая кожа такие ремешки быстро конечно портится каучуковые бывают ремешки или грубо говоря из резины сделаны такие в основном для спорта для плавания иногда бывает часы и из ткани ну и наверное вот еще хотел бы сказать про покупки покупку часов купить часы можно с рук это могут быть либо новые часы либо был часы если вы покупаете достаточно дорогие часы то лучше конечно с рук если хотите купить сэкономить допустим а то нужно идти конечно к мастеру который проверить часы на подлинность потому что очень много на рынке подделок даже престижных брендов и которые даже некоторые любители часов так сразу не отличат поэтому если вы не хотите потерять свои деньги а в таких часах очень плохие некачественные механизмы быстро ломающиеся то лучше все-таки выбирать надежность и проверьте эти часы часы можете купить в интернете естественно там вы не сможете их видеть живую померить как-то многие интернет-магазины дискаунтеры западные крупные они продают часы без гарантии в интернете и это бывает что залежалые часы которые там в том же гонконге массово скупаются которые там не продаются потом продаются уже через интернет так вы сэкономите безусловно но вы рискуете попасть на пересылку впервые в процессе пересылки часы могут украсть и в общем это неприятно но в официальных магазинах официальных дилеров конечно часы покупать приятно потому что вы приходите в красивый магазин вы получаете гарантию сервис это будет не подделка можно вживую посмотреть примерить и выбрать часы которые вам подходят вот если вы покупаете часы впервые или вы не сильно разбираетесь них конечно же я рекомендуете в магазин потому что но безусловно получить какую-то подсказку на форуме и в большинстве случаев все-таки вам подскажут именно то что люди любят сами вы получите некий консенсус но на мой взгляд когда вы выбираете часы все таки нужно исходить из своих потребностей во первых во вторых вы должны просто видите часы и понимаете вот они будут вам нравится они нравятся вам они вдохновляют вас вы хотите их носить хотите их видеть они вам нравятся внешне и наверное в первую очередь нужно думать об этом они о том какие там будут характеристики какая там будет цена даже какой-то будет бренд в конце концов в эту вещь покупайте себе и это часы все-таки это больше аксессуары это не до потребность которая нужна каждому человеку это скажем не мобильный телефон поэтому здесь нужно в том числе и с душой подходить к этому процессу ну а теперь мы переходим уже к следующей части обзоров владимир расскажет про три часовых магазина я напомню что это магазин таймкод магазин консул и магазин debantone которые нам разрешили поснимать и посмотреть некоторые часы при этом в магазине debantone мы рассмотрим поближе часы ракета очень интересная в магазине таймкод мы посмотрим интересную марку пекине и несколько часовых брендов интересных популярных мы уже потом в консуле рассмотрим давайте передаю слово владимиру сейка астрон это уже модели из верхней линейки сейка кварцевые хронографы тут куча всяких наворотов у них усложнений зарядка сейка салар до зарядка это кому-то аккумуляторная от солнца солнечной батареи да вообще от любого источника света gps то есть постоянно выставляется точное время несколько раз в ней в день ну и можно добавить что это любимые часы японского премьер-министра поскольку постоянно у них появляется на своих заседаниях правительства японии естественно это сейка коллекция спортура часы чисто спортивной направленности с повышенной водозащитой часы для того чтобы заниматься сейка справа представлена модель слева модели средней линейки механика справа модель начального уровня сейка 5 в простонародье называемая пятерочка прямой конкурент начальному ориенту и сытизму механизм мануфактурный ну как правило не очень дорогой потому что сами понимаете модели начального и максимум среднего ценового диапазона так подходе это стеллаж кандина швейцария начального ценового сегмента преимущественно кварцевые модели представлены но также присутствуют и механические механических моделях механизм представлен либо известной фирмой это 2824 это самый распространенный надежный механизм швейцарский естественно швейцарский механизм либо селита 220 прямой конкурент опять же это является даже клоном его часы кандина вполне доступно заслуживает внимания покупать можно но еще раз повторяю это начальный швейцарский уровень так же как и соседний роумер соседний роумер у меня кстати есть такие ужины тоже швейцария начального ценового диапазона но то же самое как и кандина мало чем отличаются вполне качественное исполнение корпуса обработаны достаточно хорошо кстати опять же могу добавить что это вполне способны конкурировать с который мы только-только что закончили рассматривать сделаны вполне прилично есть даже вообще интересные модельки по дизайну но в техническом плане начинка та же самая как у кандина вот кстати яркий представитель механики с открытым балансом где как раз и представлен тот самый механизм gta 2824 либо селита ну и вот свист милитари это достойный конкурент начальному ориенту опять же тот же сейка который мы только-только что смотрели свист милитари правда у нас представлена в основном в подавляющем большинстве кварцевой модели но зато полностью соответствует параметрам свист мэйт сборка швейцарской механизмы швейцарские поэтому клеймо свист мэйт стоит на ней заслужено как правило хронографы как вы сами можете видеть до подавляющей скорости это в основном выпускает модели спортивной направленности как правило хронографы как вы сами можете видеть до подавляющее большинство моделей это кварцевые хронографы кстати вполне доступной ценовой категории в пределах 300-400 долларов можно взять вполне хорошие надежные часы как правило у всех этих данных часов повышенная водозащита то есть спокойно можете плавать купаться летом отдыхать и так далее переходим к своему фрагансу швейцарским производителям таких интересных необычных дизайнов часов конечно у них есть очевидный минус то что японский механизм йота всего лишь это швейцарские и минеральные стекла но при этом дизайн конечно шикарный и интересный за эти деньги вы не получите никаких аналогов на рынке в целом в целом потому что все аналогично в таком дизайне это уже будет несколько тысяч евро например у блор и другие подобные агюст раймон швейцария но я бы уже не сказал что это начального ценового диапазона это скорее ближе уже к швейцарской марке средней руки потому что и часы достаточно дорогие ну правда не совсем многие считают что не совсем об основном цене в общем это подзабытая швейцарская марка были в ее истории какие-то изобретения потом во время кварцевого кризиса в 80-х годах она обанкротилась как и многие швейцарские марки того времени позже в 90-х годах была восстановлена выкуплена выпускает часы начиная ну от совсем недорогих и заканчивая достаточно дорогими моделями вот яркий представитель механика с лунным календарем ну вот его ценник механизм тут опять же компания ЕТА но это ЕТА у нас вообще компания которая предоставляет свои механизмы десяткам если не сотня швейцарских брендов здесь закупает либо селита у часов очень красивый дизайн вот это да сложно у них отнять дизайн очень красив здесь они молодцы сейчас нам откроет вторую половину хеллажа вот спасибо красавцы так ну мне лично нравится мне лично нравится исполнение достойное дизайн прекрасен вполне можно рекомендовать к покупке данные часы если вы хотите уже как-то выделиться опять же не с банальными теми же кисо или цертины а хотите какие-то часы независимого бренда малоизвестного в России и опять же чтобы привлечь внимание тут да вполне Агюст Раймон это достойные часы чтобы украшать ваше запястье так же здесь представлены тоже наши часы Победа тоже полностью Made in Russia написано Россия но это вполне недорогие доступные кварцевые часы Победа кстати оформление очень удачное вон часы видно в общем наверное в будущем юбилею к чемпионату мира модели все кварцевые сборка российская по механизмам не могу ничего сказать скорее всего наверное японские механизмы опять же компании не имеют поскольку у нас в России кварцевых механизмов на данный момент не производят это женские ракеты очень известные да очень красивые часы причем очень большие такие ну на пляжу на женском запястье будут смотреться очень удачно хотя даже с таким ремешком не знаю большая оригиналка то да можно наверное в клуб прийти с такими часами ну в общем лично мне тоже ракета опять же нравится если бы еще бы ценник чуть-чуть подемократичнее по приемлемости просто за такую цену опять же можно вот можно выбрать ракету а можно выбрать уже Реймонд Вэл или Агюст Раймонд тоже швейцарские часы решать конечно каждому для себя в общем как-то так вот тот самый известный мануфактурный механизм ракеты так вот где-где-где-где-где-где вот как раз название вот с этой стороны на роторе автоподзавода господи потерял механист вот на роторе автоподзавода прямо написано ракета сделана в России то есть механизм полностью российской разработки и сборки сами часы тоже достаточно красивые ну я бы сказал даже очень красивые водозащита в них 300 метров составляет можно купаться плавать что угодно нырять заниматься спортом ремешок очень приятный на ощупь но в принципе в часах в часах чувствуется достойное качество ну правда могу сказать что это топовые часы из линейки ракета топовые это значит верхний сегмент самые дорогие но если вы хотите хороший качественный дайвер и в то же время хотите поддержать российского производителя не хотите переплачивать за швейцарский бренд то ракету да вполне достойный выбор это вот модель ракета Amphibia 133 с апфировым стеклом силиконовый лемешок 43 миллиметра размер корпуса сталь с PVD напылением с механизмом с автоподзаводом в мануфактурные очень интересные часы а теперь мы с Денисом переместились в магазин TimeHot это тоже сеть магазинов он не один в Москве их всего насчитывается ну наверное около десятка по Москве это в принципе достаточно недорогой часовой салон сеть салонов ну в нем тоже представлены достаточно яркие интересные бренды представители причем различных стран салонов кстати в этом магазине очень большие скидки вообще на разные продукции не только конкретно на эти часы ну вот это тоже экземпляр 330 тысяч это кварц это кварц это кварц но это очень дорого для него а нет извиняюсь 230 извиняюсь 230 ну что для кварца я считаю гранд сель можно взять ну хотя есть и механика да ну что справа давай пойдем справа у нас представлен авиатор вот это уже хороший швейцарский середнячок можно так сказать да с таким русским налетом да с русским налетом пилот пилот здравствуйте да вот сам бренд авиатор авиатор сейчас вот здесь представлены особо интересные часы особо интересные часы это так называемые хронографы от авиатора на известнейшем механизме GTA 7750 его еще называют супер надежным механизмом швейцарским от компании это это механический хронограф механизм простой и надежный как трактор достаточно недорого в обслуживании механизм очень достойный хороший вот еще это пилоты ну и сам бренд называется авиатор поэтому он и делает такие вот пилоты это стиль часов я бы сказал дизайн часов именно пилоты они были в свое время такие часы давно еще до первой вернее до второй мировой войны по-моему такой стиль был изобретен или как раз во время второй мировой войны именно для удобства летчиков быстро считывать время одним взглядом ну поэтому такой стиль вот именно такой называется пилот так это кварцевые хронографы уже идут вот тоже мировой мировой да бренд красивый часы красивые сказать ничего не могу да но бренд тоже не дешевый ну зато швейцарский стопроцентный свис свис мэйд дальше дальше это у нас тоже швейцарский бренд радания прямой конкурент только что часовым брендом который я недавно снимал это свис милитари вот ну возможно кандина тоже вполне доступная швейцария начального уровня ну стопроцентный опять же швейцарский бренд сборка швейцарские механизмы сборка полностью вся в швейцарии осуществляется поэтому на этих часах на всех часах стоит клеймо свис мэйд то есть что говорит сделано в швейцарии вот это женский ряд моделей там были внизу только что мужские это женские вполне вполне красивые часы из керамики вот представлены модели черная и белая керамика керамика это такой материал и корпус и браслет часов керамический не царапается вообще то есть даже через много-много лет вот у меня у друга допустим он носит радо керамическое уже 12 лет ни одной царапины на них нет просто такой материал что не царапается вообще ну радо конечно это совсем другой уровень в Швейцарии это уже дорогая Швейцария вот достаточно поэтому если вы хотите тоже часы чем-то напоминающие по дизайну радо с таким же материалом то радане почему нет вполне достойный выбор дальше дальше мы переходим ковер ковер могу сразу сказать у моей жены есть такие часы очень хороший тоже швейцарский бренд начального уровня примерно находится на одной линейке скандина с ромером который мы снимали в предыдущем салоне ну возможно с радане хотя я бы сказал что ковер получше получше потому что это ну как сказать и модели у него сами по себе подороже и уровень исполнения повыше будет чем у радане сами модели тоже достаточно интересные вот я вам сейчас показываю конкретно одну модель вот именно такую я подарил своей супруге только в белом корпусе совсем белое оформление золотистый корпус белый циферблат белый ремень а это вот черные ну просто чтобы было понимание какая модель вот это дайверы 200 метров водонепроницаемость кварцевый механизм ронда можно плавать нырять что удобно делать заниматься спортом у ковера у ковера также есть и механические модели с механизмами ETA ну в данном случае представлены в основном кварц механики у них все же не так много дальше ниже я вам представляю на обзор французский мануфактурный бренд Пекине название длинное но читается как Пекине это швейцарская мануфактура что собственно и написано под названием бренд очень интересный бренд высокого уровня как и по цене так и по качеству отделки исполнения по общему представлены здесь правда моделек не так много представлены как мужские так и женские но бренд делает полностью мануфактурные часы не все не все здесь конечно модели в большинстве своем представлены опять же с механизмами сторонних производителей это той же Ронда вполне вполне достойные качества если кто-то хочет не обычный бренд ни Ланжины ни Брайтлинг а именно как-то выделиться то Пекине обладают я бы сказал французским шармом также даже есть интересные хронографы вот они хронографы вот мы попросили нам достали это самое Пекине французскую мануфактуру это вот дайверы от них какой приятный ремешок очень хорошее достойное исполнение это все механика напоминаю все это механика это все механические часы пекина пекина 200 метров водозащита а вон да написано made in France ну к сожалению тут не увидишь наверное вот если уж так увеличить фабрика французскую написано Денис хронограф просто прекрасен сделано великолепно Да, да, часы очень-очень-очень хорошие Timex Это американский бренд Американский бренд Чистокровный американец Прямой конкурент Casio Поскольку делает такие же спортивные модели Как и Casio У них даже дизайн во многом похож У многих моделей Вот И ценовой диапазон у них примерно такой же, как у Casio В принципе, они перекликаются Но Также у них представлено Также вот у Casio, допустим, есть линейка Edifice Это более классические модели Здесь у Timex тоже самое Представлены более классические варианты Часов Пожалуйста, на любой вкус Можно Даже есть Ну, не чисто костюмные Но универсальные модели часов Есть женские модели Во множестве представлены Вот одна какая интересная Вот Даже детские модели Кстати, Timex выпускает много и детских моделей Ну, вот здесь Это чисто женские Электронные Есть кварцевые Механики Здесь не представлено Механика не представлена Ну, в общем, если вы хотите Вот Видите у нас какой спортсмен Станет в сундуке Хотите Опять же, хорошие Спортивные часы Casio вам не нравится Просто как бренд Или из-за того, что это Япония Не знаю Сами по себе были Casio Или есть И хотите чем-то отличаться от Casio Тут Timex американской маркой Будете не как все И продолжаем дальше Идет у нас еще один представитель Яркий представитель Часового мира Соединенных Штатов Америки Это Nautica Nautica Это тоже очень достойные часы Именно как часы В данном случае Марка акцентирует свое внимание Преимущественно на дайверских На спортивных и дайверских моделях Классики у нее нет совсем Здесь представлены Более универсальные спортивные модели А вот здесь представлены Вот она опять же бренд Nautica А здесь представлены Дайверские модели Кстати, вполне неплохие часы Действительно Поплавать на море Вон такой яркий красочный цвет Называется Pepsi Вот мы добрались и до Часовой мануфактуры Пекине Это французские часы Которые еще Марка существует с 1973 года аж При этом с 2010 года Они уже представили свой собственный Мануфактурный калибр Впервые во Франции За долгие-долгие Десятилетия И к сожалению Фирма обанкротилась И мануфактурный механизм Видимо уже все-таки Слишком поздно представили Это вот сейчас у меня Хронограф просто шикарный Очень качественно Очень круто сделаны часы На самом деле Качество обработки Просто прекрасно На уровне дорогих Элитных швейцарских брендов Механизмы в часах Конкретно в этой коллекции Здесь не было Мануфактурного механизма И все механизмы в этих часах Они основаны на Сейковских калибрах Здесь сейчас В этом магазине Кстати большие скидки На Пекине 70% Потому что распродается коллекция В связи с тем что фирма Банкрот Так что рекомендую Весьма качественные часы Обработка отлично И дизайн интересный Это вот дайверы были Вот эти часы в стиле Браслет тут как у Патека По-моему Дизайн корпуса В стиле Адемар Пеге Ну Я бы сказал Навеян Навеян Красивые часы Необычные Сделаны классно Очень мне понравились Эта модель Наверное мне больше всех понравилась Из вот этой коллекции Часов Пекине Браслет просто прекрасный Вообще супер Супер Очень классные часы До этого кстати Я эту марку Даже собственно в интернете Как-то не обращал на нее внимания Не видел А вот в живую Действительно в живую Просто Было неожиданно Что эти часы Настолько классные Да Браслет здесь Браслет реально Очень-очень классно Сделан На руке Смотрится Отлично И вот сейчас Будет последняя моделька По-моему Это что-то Из классики Да Это классическая модель Тоже Довольно неплохо сделана Хороший Красивый корпус Но обработка корпуса Здесь Отлична В этих часах Бакли Кстати Бакли Тоже понравилось Красивые Качественно сделанные Бакли Ну и сейчас На бис Хронограф На руке В общем Красивые часы Отличные Качественные Рекомендую Продолжение следует...